К 2025 году Казахстан должен перейти на латиницу, то есть использовать буквы в алфавите латинские. Переходим с кириллицы, друзья. Мое скромное убеждение, если это получится сделать нашему президенту Касым Жамар Кемильевичу Тухаеву, то это будет самое, на мой взгляд, важное его достижение. Это будет прочный фундамент нашей независимости. Это сейчас, знаете, оно выглядит как будто бы, ну ни о чем, ну ладно, бог с ним. На самом деле, это будет прям, я еще раз повторюсь, прочный фундамент нашей целостности, нашей идентичности, нашей независимости. И вполне вероятно, мы должны просто, знаете, затаить дыхание и ждать. Потому что я так предполагаю, что наш северный сосед будет всеми возможными для него способами, способами препятствовать данному проекту. Друзья, приветствую вас. Вы на канале Казахстан Сегодня, с вами Сула. И давайте послушаем нашего президента, его небольшое интервью, что он говорит и думает по этому поводу. Все, внимание на экран. Нашим первым президентом, Зултаном Абишевичем Назарбаевым, было принято именно такое решение. То есть реформируется именно казахский язык. Мы же ведь не трогаем, не касаемся русского языка. Да, но сначала, сейчас письменственно кириллиц еще пока, а через несколько лет вы уже перейдете на латиницу. Разрешение было такое, чтобы ввести латиницу, начиная с 2025 года. Но это процесс достаточно трудоемкий, небыстрый. В одну ночь невозможно ведь перейти с одной письменности на другую. И самое главное, что было представлено три варианта латиницы на казахском языке. И три варианта, на мой взгляд, являются неудачными. И я дал поручение соответствующим ведомствам еще раз вернуться к рассмотрению латиницы, проявить научный подход, подключить научное сообщество к этому вопросу. И не спеша к 2025 году подойти к решению данной проблемы во всеоружии. А зачем это нужно? Мы не хотим ошибаться в этом вопросе. А зачем нужно переходить от кириллицы к латинице? Ну, считается, во всяком случае так говорят ученые, что латиница поможет популяризировать казахский язык, в том числе в тюркском сообществе, поскольку турецкий язык сейчас полностью на латинице. Решение о переходе на латиницу приняли Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан. Здесь, в Центрально-Азиатском регионе, пока на кириллице настаивает Кырестан. Ну и Монголия, тоже часть Центральной Азии, пока они пишут на кириллице. Но я думаю, что даже с официальным введением латиницы, начиная с 2025 года, как об этом говорил наш первый президент, все равно как-то параллельно будут существовать и кириллицы, и латиницы. Ну вот так вот, друзья. Опять же, затаив дыхание, ждем этого события, которое в корне, на мой взгляд, изменит. Я надеюсь, изменит. Нашу, наше, знаете, восприятие мира нас как нации. Не в корне, окей. Но это, это наша идентичность. То есть, это мое субъективное, опять же, мнение, вы можете с ним соглашаться или нет. Это гораздо важнее, чем переименовать Петропавловск, допустим, там, Павлодар, да. Вот именно переход на латиницу, на мой взгляд, гораздо важнее. Но и к переименованию городов, я думаю, тоже до этого время дойдет, будет время, когда мы переименуем и дадим этим городам имена казахские. Вы что думаете по этому поводу? Оставьте ваше мнение в комментариях под этим видео. Давайте пообщаемся, только прошу вас без оскорблений. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, Казахстан сегодня. Всем пока, салам алейкум, ари ведерчи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...